Война и мир Он признавался ему в письме, что если ему теперь пришлось бы приехать в Россию, то он обязательно стал бы разыскивать Наташу, Соню, Пьера. И если бы ему сказали, что они уже умерли, он бы очень огорчился и воскликнул, как все в этой книге «Магия живой жизни». И она распространяется не только на действующих лиц романа, но даже на места действия, дома, где по воле Толстого они жили. Как часто приходится слышать, проходя мимо дома писателей в Москве, здесь жили Ростовы. Или подумать, при взгляде, например, на Новый Девичий монастырь, здесь Пьер стал свидетелем расстрела русских поджигателей. Так называли французы русских плен. А белая кутафья башни Кремля – та самая башня, через которую въехал в Кремль Наполеон. А кому приходилось бывать на Бородинском поле теперь, тот наверняка давал себе слово перечитать «Войной мир». Ведь именно здесь встречал восход солнца Пьер, ставший свидетелем Бородинского сражения в 1812 году. Роман «Война и мир» – это книга, которая передает движение жизни. Она отражает жизнь во всех ее бесчисленных проявлениях. Роман «Война и мир» – это книга, скрепленная основной мыслью, мыслью народной. Народ – творец истории. Как создавался роман, и как шел Толстой к мысли народной – цель нашего сегодняшнего разговора. Известно, что в романе «Война и мир» Толстой использовал семейные предания. Большую часть своей жизни Толстой прожил в Ясной поляне, и многие уголки Ясной поляны отражены в романе «Война и мир». Но что самое главное – это ближайшие родственники Толстого – его мать, его отец и его дед со стороны матери – князь Николай Сергеевич Волконский. В шкатулке матери Льва Николаевича есть интересная вещь. Это билетцы, которые давала мать Толстого Мария Николаевна своим детям, поощряя их в успехах в поведении. Читаем – изрядно, сперва побложил, потом поправил. Если мы обратимся к эпилогу романа «Война и мир», то и эти билетцы, которые сохранил Толстой в своем личном архиве, и дневник матери, дневник развития ее старшего сына – все это описано в романе «Война и мир». Свою мать Толстой очень любил. Мария Николаевна Волконская, дочь Николая Сергеевича Волконского. Здесь мы видим единственный достоверный сохранившийся портрет матери Толстого. Вот здесь она. Мария Николаевна Волконская была женщиной очень образованной. Она знала четыре иностранных языка. Она была очень чутка к художеству. Была прекрасной музыкантшей. Звучит вальс Толстого. Сочиненный им еще в молодости, в студенческие годы. На таких клавикордах могла играть мать Толстого – Мария Николаевна. И не случайно все любимые герои Толстого – необыкновенно чутки к музыке. Чутка к музыке Наташа Ростова, Николай Ростов, княжна Мария. Я хочу показать портрет деда Толстого со стороны матери, князя Николая Сергеевича Волконского. Николай Сергеевич Волконский, как характеризует его Толстой, умный, гордый, даровитый. Генерал-аншеф при Екатерине занимал высокий пост. При Павле I он вышел в отставку. В романе «Война и мир» есть такая сцена. Андрей Балконский приезжает в Лысые горы. Он видит своего отца и имеет неосторожность спросить, здоров ли ты, отец? И отец отвечает, я здоров, потому что всегда деятелен. Этот человек считает, что мать всех пороков – это праздность и суеверие. И поэтому все свое время распределяет в определенных занятиях. То это вытачивание табакерок, то он пишет свои мемуары, то он дает уроки математики своей дочери, княжне Марии. Дед Толстого со стороны матери, князь Николай Сергеевич Волконский – прототип старика Балконского в романе «Война и мир». Николай Ильич Толстой – отец Толстого, участник войны 1812 года. В чине подполковника он вышел в отставку и больше уже никогда не служил. Мы очень мало знаем о Николая Ильича Толстого, но среди его знакомых, очень близко ему знакомых людей, были люди, которые привлекались к дознанию по делу декабристов. История женитьбы Николая Ильича Толстого на княжне Марии Николаевне Волконской отражена в романе «Война и мир». Толстой очень любил своего отца, сохранил о нем самые светлые воспоминания. Он запомнил, что отец его имел очень приятную наружность, это был человек сангвинического характера, с большими грустными глазами. Когда Толстому было 9 лет, он впервые увидел Москву. Отец Льва Николаевича, Николай Ильич Толстой, водил маленького Толстого в Кремль. И, очевидно, это было очень сильное впечатление. Толстой написал в детстве сочинение «Кремль», которое начинается так. «Какое великое зрелище представляет собой Кремль». И это сильное впечатление, вероятно, долго владело Толстым, потому что даже в старости Толстой вспоминал, «Я никогда не забуду того чувства гордости, с которым отец показывал мне Кремль». Очевидно, отец рассказывал маленькому мальчику и о войне 12-го года, и о нашествии Наполеона. И это тоже, вероятно, нашло отражение в романе «Война и мир». У Толстого был личный опыт войны. Около 10 месяцев Толстой сражался в осажденном Севастополе. Около полутора месяцев Толстой дежурил на самом страшном, самом опасном участке обороны на Четвертом бастионе. Вот здесь, на бастионах Севастополя, в осажденном городе, Толстой увидел войну в настоящем ее выражении, в крови, в страданиях, в смерти. Война представилась Толстому неправильным красивым строем с развивающимися знаменами и горцующими генералами. Война представилась ему как самая страшная работа, которая выпадает на долю человека. Вот здесь, в осажденном Севастополе, Толстой увидел впервые и навсегда полюбил своего будущего героя солдатика в серой солдатской шинели. Человека, который не за страх, а за совесть выполняет свой воинский долг. Не за крестик, не за награду, а просто потому, что нужно выполнить свой воинский долг. И только потому, что у Толстого был личный опыт войны, ему удалось написать так страницы романа «Война и мир», посвященные войне. По словам Константина Сивенова, Толстой опрокинул свой личный опыт войны в прошлое. Осенью 1863 года началась непосредственная работа над романом «Война и мир». Работа продолжилась до 1868 года. «Пять лет непрестанного, исключительного труда при наилучших условиях жизни отдал я этому произведению», писал впоследствии Толстой. История создания романа «Война и мир» тесным образом связана с замыслом романа о декабристе. В 1856 году декабристам была объявлена желанная амнистия. Тридцать лет люди провели в каторге и ссылке и, наконец, вернулись в среднюю полосу России. Правда, вернулся их очень немного. Среди немногих вернувшихся был Сергей Григорьевич Волконский, знаменитый декабрист. В 1856 году Толстой задумал написать роман, но только к 1860 году были написаны три главы задуманного романа «Декабристы». Роман не был закончен. Но о замысле Толстой уже в марте 1861 года написал Герцену. «Я затеял четыре месяца тому назад роман, героем которого должен быть декабрист, возвращающийся из ссылки. Декабрист мой энтузиаст, мистик, христианин, высказывающий свой несколько строгий и идеальный взгляд к существующей России». Роман не был закончен. В трех главах этого романа действует герой Петр Лобазов. И в этих главах рассказывается о возвращении из Сибири Петра Лобазова с женой, сыном, дочерью, о том, какие разговоры в обществе, в Москве вызвало это возвращение. Вспоминают о женитьбе Петра Лобазова на одной из известных московских красавиц, дочери генерала, участвовавшего в войне 1812 года. Дальше у Толстого повествования не пошло. Но основная идея романа уже сформулирована. Это зерно романа в словах Петра Лобазова. «Сила России не в нас, а в народе». Один из набросков романа «Война и мир» назван Толстым «Три пары». И вот этот набросок еще хранит связь романа «Декабристы» с романом «Война и мир», будущим романом «Война и мир». Здесь в этой отрывке «Три пары» уже действует другой герой Петр Кириллович Б. И вот в этом отрывке у Толстого мы читаем «Те, кто помнил князя Петра Кирилловича Б. в начале царствования Александра II в 1856 году, когда он был возвращен из ссылки белым, как лунь, стариком, тем трудно было представить себе его молодым, беззаботным человеком». Вот здесь вы увидите два портрета Сергея Григорьевича Волконского. Сергей Григорьевич Волконский в старости и молодой Сергей Григорьевич изображен на портрете работы из А.Б. Именно таким старым, умудренным жизнью человеком увидел Толстой Сергея Григорьевича Волконского. Волконский интереснейшая личность своего времени. Это знаменитый декабрист. И естественно, что Толстой очень интересовался этим человеком. Кроме всего прочего, это был близкий родственник Толстого, двоюродный брат его матери. Когда-то блестящий аристократ, офицер, человек, который прошел много сражений. В 24 года получил чин генерал-майора. Участвуя во многих сражениях, он был награжден золотым оружием за храбрость. А в 1825 году это член тайного южного общества, один из друзей Никиты Муравьева и знаменитого Михаила Лунина. Толстой интересовался этим человеком, думал о нем и хотел о нем написать. Но когда он начал с 1856 года, то замысел его естественно изменился. И об этом Толстой впоследствии написал так. С настоящего, но невольно вернулся в прошлое, к 1825 году. Но в 1825 году мой герой был уже возмужалым, семейным человеком. Для того, чтобы понять его, я должен был вернуться к его молодости. И во второй раз Толстой бросил начатое. В третий раз, говорит Толстой, я вернулся в прошлое по чувству, которое, может быть, покажется странным. Но мне было невозможно описывать события 1812 года блеской славы русского оружия, не рассказав о позорных предшествующих событиях 1805-16 годов. Вот почему Толстой и начинает свое повествование с этих лет. Задумав писать о декабристах, он останавливает свое внимание на событиях 1812 года. 1812 год – это год, когда зародились идеи декабристов. Все мы дети 12 года. Это слова одного из участников декабристского движения Матвея Ивановича Муравьева Апостола. Для того, чтобы написать историческое произведение, нужно было изучать книги, нужно было изучать исторический материал. Среди рукописей романа «Война и мир» сохранился счет книжного магазина. На книге исторического содержания, выписанные «Толстым осенью», 1963 года в Ясную Поляну. Здесь история Отечественной войны 1812 года Михайловского Данилевского. Здесь дневник Дениса Васильевича Давыдова об Отечественной войне, о партизанском движении в Отечественной войне 1812 года. Дневник Дениса Васильевича Давыдова первый дал тон правды. Главы Бородинского сражения дались Толстому не сразу. Бородинское сражение центр романа, кульминационная точка романа и кульминация в развитии характера героев Толстого. 22 главы посвящены этому событию. И если Толстой изучал исторические источники внимательно, то еще с большим вниманием он осмотрел все те места, где произошло Бородинское сражение. Своё путешествие в село Бородино Толстой совершил в конце августа 1867 года. Вернувшись из Бородина, Толстой написал Софье Андреевне в письме «Сейчас вернулся из Бородина. Я очень-очень доволен своей поездкой. Если позволит здоровье и силы, я напишу такое Бородинское сражение, которого еще не было». Толстой писал историческое произведение и, естественно, изучал историю. И в процессе изучения истории сложился у него собственный взгляд на историю. Собственный взгляд на историю заключался в том, что не герой творит историю, а народ. И что деятельность любого героя находится в зависимости от деятельности людей, всех людей без исключения. Одно из исторических положений Толстого заключается в том, что поступок каждого лица, героя исторического, просто частного лица, должен быть рассмотрен с точки зрения нравственности. И вот в этом отношении очень интересны замечания Толстого. Ну вот, например, одно из них, оно осталось в набросках к роману. Толстой пишет, сцена охоты только потому так серьезно описана, она одинаково важна. Сцена охоты, казалось бы, очень мирная сцена, но она важна автору романа «Война и мир», романа исторического романа, в центре которого деятельность народа. Еще есть одно положение у Толстого. История Наташи и Анатолия важна, потому что в ней узел романа. Казалось бы, частная сцена история Наташи и Анатолия. Почему же в ней может быть узел романа? Да именно потому, что поступок и исторического лица, и частного лица Толстой рассматривает с точки зрения нравственности. Наполеону только казалось, что он может руководить массами, что от него зависит ход истории. И самая большая ошибка Наполеона заключается в том, что он поставил себя над людьми, поставил свою волю над людьми. И он очень просчитался. Толстой предъявляет ему нравственный счет. И Толстой говорит, не может быть величия там, где нет простоты, добра и правды. Но вернемся к Наташе и Анатолию. Ее история с Анатолием. Наташа поставлена перед необходимостью выбора. И любой выбор ставит человека перед необходимостью поступка обдуманного. И обдуманный поступок, нравственный поступок, он всегда требует усилия воли. Вот то, что Наташа решила сбежать с Анатолием, она не сопрягла свой поступок со всеми остальными людьми. И именно это стало безнравственным в поведении Наташи. Слишком большой ценой Наташа платит за свою оплошность. И вот это познание закона нравственности, добра, справедливости дается ей тяжело. Кутузов настоящий истинный герой. Он противопоставлен Наполеону. Его деятельность совершенно особенная. Наполеон поставил себя над людьми, а Кутузов понимает, что его деятельность зависит от воли народа. Работа над романом была завершена в 1868 году. В 1866 году первая часть первых тома романа «Война и мир» была напечатана в журнале «Русский вестник». В 1868 году Толстой приступил к печатанию романа. Одновременно он держал корректуры, он готовил новые части к печати, и эта работа захватила его всего. Рукописи, автографы романа хранят следы той необыкновенной большой работы, которую проделал Толстой над каждым листом своего произведения. Корректуры романа «Война и мир» держал Петр Иванович Бартенев. Однажды, обращаясь к Толстому, получив очередную очередную рукописи романа «Война и мир» испещренной пометками, он написал Толстому «Лев Николаевич, перестаньте марать, эдак мы никогда не кончим». И Толстой ответил своему редактору «Не марать так, как я мараю, я не могу, потому что марание мое идет на великую пользу. Все то, что написано мною, так бы не нравилось читателям, если бы не было перемарано пять, а может быть и больше раз». Впервые название романа «Война и мир» появилось на проекте договора. Толстой заключал проект договора на печатание своего произведения. Вот здесь представлен лист, где вы видите впервые Толстой собственноручно написал название романа «Война и мир». Очень любопытно, что слово «Мир» Толстой написал с идистеричным, что дает возможность литературоведам сделать такое предположение, что Толстой употребил слово «мир» в очень широком значении, не в противоположность «Мир» и «Война», «Мирная жизнь» и «Война», а «Мир» как общество, народ». И в этом названии, в этом написании слова «Мир» сказался еще раз идейный смысл романа «Война и общество», «Война и народ». Общее впечатление о произведении Толстого выражено в словах Ивана Сергеевича Тургенева. Это великое произведение великого писателя, и это настоящая подлинная Россия. «Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, говорил Толстой, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не стащимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, в котором я неоспоримо установлю кажущееся мне верными воззрения на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман. но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через двадцать и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы». Писатель ошибся в одном. Не двадцать, а более ста лет прошло со дня первого издания романа «Война и мир». И над его страницами плачут и смеются и учатся любить жизнь многие поколения людей. «Война и мир» 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 «Война и мир»